О чем хочется поговорить, это то, что происходит в Чечне, но это уже просто нельзя закрывать глаза. Взятие в заложники. Вот то, что сейчас произошло в Нижнем Новгороде, прямо на глазах у нижегородских, у полутора миллионов жителей, у двух миллионов жителей Нижегородской области, это акт откровенного разбоя поощряемым Кремлем. Потому что если бы Кремль хотя бы чуть стеснялся от такого, он бы давно уже принял меры. А просто сейчас обнаглевший окончательно господин Кадыров своими головорезами творит произвол в России. Ведь они же сейчас живут в президенте отеля, ну жили по крайней мере, сейчас не знают, но все время они жили в президенте отеля. Ели, спали, пили на серебре и злате. В пятизвездочных отелях, в лучших ресторанах. Вот почитайте, я когда-то давно написал там вот эти вот золотые батальоны в Чечне, да? И там посмотрите хронику описания подготовки убийства Немцова. И показания вот этих ребят, которые там, типа герои, так сказать, там, каких-то сражений, которые сюда прислали убивать Немцова. Проснулся, сходил в такой-то ресторан, потом они на шикарных машинах, кстати говоря, перемещались, я уж не знаю, что они там взяли у ежищика для убийства. А так-то они на крутых тачках ездят по всей машине, живут в президенте отеля, питаются в пятизвездочных ресторанах и участвуют во всех разборках. Вот эти вот банды формирования, они есть в Москве, они есть в Нижнем, они есть везде, там есть интересы криминальных кланов Чечни. Давайте так вот, по-честному скажем. И вот то, что сейчас происходит, это происходит чеченизация России с подачей, с ведомостью прямого одобрения Путина. То есть вот тот ужас и страх, который пытаются насадить в русском, в российском народе политические власти, он усугубляется разнузностью, распущенностью кадыровцев. И вот я просто скажу еще раз для понимания юридического, юридической стороны вопроса. У нас есть единая система правоохранительных органов, она полностью федеральная, подчиняется федеральному центру. Полномочия губернаторов кончаются, а Кадыров это обычный губернатор по большому счету, да? Полномочия губернаторов ограничиваются совместным ведением, это по конституции написано, вопросов общественной безопасности. Не более. Губернатор предлагает замначальника ГУВД по общественной безопасности, эта кандидатура согласуется с губернатором, который курирует ГАИ, патрульно-постовые службы, там какие-то еще службы и так далее и тому подобное. Все. Не может губернатор не вести борьбу с террором, не вести борьбу с мафией, не вести, так сказать, какие-то дела. Это делает либо федеральные структуры, центры, либо с их согласия при уведомлении получения санкций регионального управления, которое, как правило, действует в 99% случаев с уведомлением при поддержке местных региональных органов. То есть то, что Кадыров делает, это прямой акт разбоя, это прямой акт, по сути дела, криминальных деяний по статьям убийства, угрозы убийствам, похищения, лишения свободы и так далее и тому подобное. То есть это по большому счету уголовные преступники на службе у Кадырова, причем лично у него. За деньги российских налогоплательщиков, я напоминаю, что бюджет Чечни датируется процентов почти на 90, я могу ошибаться в каких-то процентах, но суть такая, что львиная доля, то есть какая львиная, почти весь бюджет Чечни датируется федеральным центром, то есть деньги российских налогоплательщиков уходят на содержание всей этой личной частной армии-банды, да, и вот этой банде Путин позволяет действовать по всей стране без оглядки на какие-либо федеральные структуры силовых органов. Я понимаю, что это вызывает бешенство и ненависть среди высокопоставленных силовиков, Кадырова они терпеть не могут, близко там не могут. Его там золото говорят, ну и опять-таки, опираясь на все эти слухи, да, его якобы, ну я думаю, что не якобы, поддерживают золото. Вот главная опора Кадырова в Кремле, это золото, по крайней мере, мне об этом часто и много говорили. А все остальные структуры его ненавидят, но они сделать ничего не могут, потому что он поддерживается лично Путина. Он работает с ним, грубо говоря, на прямом контакте, имеет доступ. Ну мы помним, что он начинал с трениров, да, пришел в трениров, молодой там парень к Путину в кабинет рассказывает, там, как они борются за свободу и демократию в Чечне. Ну вот мы сейчас видим, что это человек, который там с золота и серебра не слезает. Вот, живет в роскоши, окружен там гигантской охраной. Мы же видели его там, кортежи на свадьбах, да, состоящих из 600-х Мерседесов, там, Порше, каких-то там Геленвагенов и так далее. Это вот так, как они живут за счет российских налогоплательщиков. Подчеркиваю, других денег в Чечне нет. Или почти нет. Ну вот, собственно говоря, то, что происходит сейчас со страной, это полная чеченизация. Это прямой путь к будущей Кавказской войне. И это прямой путь к тому, что Кадыров имеет большие шансы не дожить до своего собственного суда, поскольку у него, как это принято у них там, говорить еще, кровников, кровной мести, кровной мести, охватывает, так сказать, уже многие-многие семьи и кланы. И они обязательно ему отомстят, если там чуть-чуть власть дрогнет и ослабнет. Мы это все тоже прекрасно понимаем. Ну и он все-таки не дурак. Я думаю, что он тоже это прекрасно понимает, что вся его жизнь закончится с уходом Путина от руля. Потому что невозможно ему будет просто, так сказать, в этой ситуации. Ну, может не жизнь, но свобода точно, да? Я очень хотел бы, чтобы все-таки был честный, справедливый, гуманный суд над всеми преступниками, которые сегодня есть в России, которые причастны к репрессиям, к убийствам и прочим. Чтобы все-таки был суд, а не самосуд, не какой-то там суд линч и так далее. Но я не уверен, что это будет возможно в обстановке тотальной ненависти. А если мы сейчас возьмем там Кадырова, и мы посмотрим, как он живет. Он же окружен многослойным, наверное, как сказать, многими барьерами охранными. Куда ни подъехать, ни подойти. Там сплошные кордоны, сплошные ограничения, сплошные линии. Он там, по большому счету, вот это его центарой, там, по-моему, село называется. Где у него там резиденция, где семья живет. А это просто осажденная крепость. По крайней мере, она укреплена больше, чем осажденная крепость. Как Брестская крепость, там, перед войной. Вот, собственно говоря, так он живет. И все же прекрасно понимают, что это не государственные органы действуют, не правоохранительные органы. А это действуют просто по-бандитски люди, которые надели погоны с ведомой согласия Кремля и по прямому указанию поручению Кадырова. Ну что ж, дорогие россияне, ну раз мы терпим это все, значит мы этого заслуживаем. Другого варианта не бывает, да? Вот эти все офицеры, там, ФСВ, МВД, вот, вам показывают, что вы никто. Вам показывают, что вы, так сказать, там, в подчинении у Кадырова, так сказать, по крайней мере, он плевать на вас хотел. Он на территории любой области будет действовать, и ни ФСБ, ни КГБ, там, никто, там, ему не указ, потому что вы никто. Вы служите режиму просто как шестерки. Вас как шестерка используют. Ну вот, когда приезжает кадыровская банда, вы там все трусливо разбегаетесь по сторонам, у вас там хоть баб, извините за выражение, воруют хоть детей, и вы ничего не делаете. Потому что вы не закону служите, а в рабского режима. Я хотел бы, чтобы вы это понимали. Кто еще, у кого есть совесть, сознание и понимание действий соответственно, а у кого уже ничего нет, вот, имейте в виду, что многие из вас доживут до своих судов. И суды эти будут справедливыми. Ну вот представим, что наступает прекрасная Россия будущего. И что делать с вот этим теченским вопросом, да, убрать кадырова, но не на одном кадырове строится весь этот кровавый и безумный режим. Как вообще все это решать? Всех убирать совсем, но кто будет управлять регионом? Вот это же вообще безумно сложная, больная тема. Конечно, все причастные к сегодняшним репрессиям, пыткам, смертьям, убийствам, покушениям должны предстать перед судом. Для этого должны быть созданы комиссии по типу аттестационных. Я против сплошной иллюстрации, против сплошной иллюстрации. Нельзя иллюстрировать человека по какому-то там профессиональному, географическому, какому-то иному признаку. По делам надо разбираться. Вот должны быть созданы комиссии, публичные, гласные, которые в каждом регионе, в каждом муниципалитете, на уровне федеральном, парламенте и так далее, будут проводить переаттестацию номенклатуры, которая должна, как бы так сказать, остаться с той старой номенклатурой, которая сегодня есть. Понятно, что мы там 2 миллиона чиновников сразу не заменим, или там 100 тысяч, или там 2 миллиона силовиков, да. Мы должны будем оставить здоровую часть номенклатуры, здоровую часть силовиков на службе отечества и народу. Под контролем, безусловно, там народа, под контролем гражданским, парламентским и так далее. Но вот эти комиссии должны будут дать оценку и дать соответствующую оценку возможности занимать или не занимать тельные должности. Что касается тех людей, которые совершили уголовные преступления, то должны быть созданы специально множество оперативно-следственных групп. Из вновь сформированных следственных и прокурорских структур. Там понятно, что больше половины прокуратуры надо разогнать, больше процентов, наверное, на 60 следствия. Потому что эти люди занимаются политическими репрессиями и претевыми делами. Набрать нормальных людей, поставить их, безусловно, под контроль. И дать им возможности, право вести честно уголовные дела на тех, кто причастен к репрессиям и гонениям сегодняшним. И пусть уже в суде, в открытом, публичном, гласном, ничего не надо делать за спиной народа, должна быть определенная мера ответственности и степень наказания. Просто я-то думаю, это идеальная картинка. А я боюсь, что когда начнет врушение путинского режима, коллапс, а он начнется. Ну вот мы же знаем, что произошло с Каддафи. Мы же знаем, что произошло с Чаушеской. Как говорится, до своего справедливого суда еще надо дожить. И у Кадырова не очень много шансов, потому что, еще раз подчеркиваю, особенность Кавказа такова, что там очень сильная клановая вот эта родственная структура. И принципы отмщения, они там далеко не похоронены. Они еще имеют место быть и довольно имеют сильный эффект. Вот, поэтому, конечно, у него там огромное количество семей, кланов, желающих ему отомстить, безусловно. Я против этого. Я считаю, что все-таки должно решаться струализованно, если мы будем строить Россию, прекрасную Россию, будущее на строгом соблюдении законности. Законность, главный принцип должен быть государственной. Законность, открытость, гласность, прозрачность народа власти, сменяемость власти и так далее и тому подобное. Но вот законность это в первую очередь. Нельзя ни в коем случае пускать это дело на самотек, превращать в какую-то там кровавую бойню или там сведение счетов. Это абсолютно недопустимо. Но к этому надо готовиться, чтобы этого не произошло, какого-то стихийного явления, когда люди будут сводить друг к другу счеты, минуя закон. Ну, вот так вот.